Конференция социального измерения монотеистических религий, организованная Межпарламентской Ассамблеей Православия в Стамбуле, проводилась в преддверии празднования 20-летия этой организации, объединяющей парламентариев из 26 стран мира. Официальные празднования состоятся в июне нынешнего года в Афинах. Сейчас же, если можно так сравнить, Межпарламентская Ассамблея Православия словно сдала госэкзамены перед вручением диплома на выпускном. Для нас принципиально важно было сегодня собрать наиболее видных ученых, экспертов, специалистов, которые могли бы пообсуждать проблемы, которые волнуют по большому счету не только христиан, но представителей всех религий с точки зрения возможного влияния на изменение ситуации с бедностью, с угнетенными христианами на Ближнем Востоке и во многих других углахах. Действительно, в работе конференции приняли участие депутаты, политики, общественные и религиозные деятели, ученые. Миротворческие и социальные инициативы Межпарламентской Ассамблеи Православия высоко оценил святейший константинопольский патриарх Варфолоний, который благословил создание этой организации на заре ее становления. Я поздравляю всех вас с годовщиной 20-летнего существования Межпарламентской Ассамблеи Православия. Это факт, что у каждого из нас есть свой язык, своя национальная идентичность, нравы, обидчи и традиции. У всех нас есть общее огромное сокровище – это православная вера. И мы должны беречь эту веру, как зерницу. За 20 лет Межпарламентская Ассамблея Православия прошла достаточно интересный и сложный путь. Сперва в работе Ассамблеи принимали участие представители всего 14 стран. Сейчас – почти в два раза больше. За два десятилетия изменился формат, изменились цели и содержание. Организация создавалась как Европейская Межпарламентская Ассамблея Православия. И главным образом она имела в своем составе депутатов православного вероисповедания посткоммунистических стран Восточной Европы. И, собственно говоря, этим определялся не только формат, но и определенные цели движения. Потому что страны посткоммунистического мира, прежде всего Восточной Европы, входили в новую политическую и социальную реальность. Собственно говоря, церковь выходила из-под полей, так можно выразиться. Нужно было по-новому определить место в обществе религиозных организаций. Как это ни странно, но одной из первых стран соцлагеря, где православная церковь получила высокий юридический статус, стала Польша. Благодаря законопроекту, подготовленному членам Межпарламентской Ассамблеи Православия, депутату польского сейма многих созывов Евгению Чиквину, С начала 90-х православная церковь имеет права, равные с католической. Польский парламентарий утверждает, что сейчас интерес к работе Межпарламентской Ассамблеи Православия вырос среди депутатов сейма католического вероисповедания, отстаивающих христианские ценности перед натиском европейской секуляризации. В 2011 году мы проводили в нашем сейме конференцию, и была и секретарь Межпарламентской Ассамблеи, тогда была возможность польскому обществу познакомиться с организацией. Католики в Польше переживают нелегко период. Те ценности, которые казались уже в католической Польше, как бы неоспоримые, вот сейчас они подносятся, и даже дошло до того, что и крест хотят выносить, и появилась партия, которая на антиклерикализме строит свою имидж. Межпарламентская Ассамблея, она как раз и нацелена на то, чтобы, с одной стороны, объединить депутатов разных стран, дать возможность общаться, слышать разные позиции, мнения, а с другой стороны, помогать находить ответы на очень трудные, сложные вопросы современности. Таким образом, деятельность Межпарламентской Ассамблеи православия уже давно усвоила себе функцию продвижения высоких духовных и культурных ценностей в жизнь современного общества, не ограничиваясь рамками православного мира. Как показала Межрелигиозная конференция в Стамбуле, Межпарламентская Ассамблея православия уже в диалоге с представителями инославного мира отстаивает эти ценности перед лицом глобальных вызовов. А это еще один мост через Босфор. Мост между Европой и Азией прошлого и будущего. Восточноевропейское бюро телеканала «Союз». Турция. Стамбул. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.